Современные технологии, широко используемые в центральной части России, добрались до Наринмара. В столицу региона прибыла беспрецедентная для Ненецкого округа установка гидропосева семян газонной травы. Оборудование приобрело научно-техническое предприятие Рубус. Его директор Алексей Попов, главный идеолог и вдохновитель, не теряет надежды сделать Наринмар зелёным. Так гидросеялка выглядит изнутри. Вал тщательно создаёт смеси с семян, мульчирующего материала с природным красителем, закрепителя синтетических волокон, улучшителей почвы и удобрений. Все материалы, как и сама установка американского производства. Для удобства перевозки пришлось приобрести эту газель. Всё вместе обошлось предприятию в 2 миллиона рублей. По словам Алексея Попова, это оборудование того стоит. Гидросеялкой можно обработать земельный участок самого сложного рельефа. Откосы, выемки, насыпи и даже участки без растительного грунта, где затруднён посев другими способами. Эта чудо-машина призвана озеленить город, утопающий в песках. В настоящее время у нас газон сеют просто вручную. Сначала подготавливают землю, завозят землю, плодородный слой. И в дальнейшем вручную наносят семена и удобрения. Гидропосев отличается тем, что здесь меньше трудовых ресурсов надо. То есть два человека справляются с этой установкой. И в зависимости от типа грунта готовится гидросмесь. Ручной посев более трудозатратен с точки зрения именно рабочего труда. И если брать по стоимости, то метод гидропосева дешевле примерно на 30%. Но для этого нужен хорошо подготовленный земельный участок и также материалы. Хороший участок для тестирования установки гидропосева нашёлся на придомовой территории Ярослава Риголовского. Предварительно почву обработали проганником. Это современный аналог перегноя. А затем пришло время покрыть землю смесью из семян, мульчи и удобрений. Как вот это сейчас делается, я видел только на Ютьюбе, в интернете. А теперь я вижу это воочию. То есть я сам это первый раз вижу. Я в это верил. И вот это у нас есть теперь. И мы это можем делать. Практика показывает. И буквально через три недели здесь будет лучший газон на Ринмаре. Я вам гарантирую. Если его строить, если за ним ухаживать, этот газон будет долгий. На нём можно как в петербургских парках московских лечь, читать книжку. Лучший газон на Ринмаре здесь будет через три недели. А пока участок покрыт мульчирующим материалом. Он окрашен в зелёный цвет для того, чтобы оценить равномерность покрытия, рассказывает специалист из Санкт-Петербурга Дмитрий Михайлов. Первоначально смесь выглядит как жидкая глина. А через три часа создаётся структура, которая защищает семена от смыва дождём, выдувания ветром и съедения птицами. А также препятствует эрозии почвы. Технология на самом деле многогранная. Может применяться для создания газонов на дачных участках и заканчивая гольф-полями. Можно проводить рекультивацию, делать дорожные откосы. Везде, где требуется создание травяного покрова, везде эта технология востребована. В России тема популярная в последнее время, набирает обороты постепенно, в том числе и для регионов, как ваш. Потихоньку дело движется. В принципе, надеемся, что технология как бы приживётся для вашего непростого региона, учитывая вашу почву. За первыми всходами на своём участке теперь будет наблюдать его хозяин Ярослав Реголовский, который до этого дня садил траву сам. А сейчас ребята предложили, что будет газонный. То есть в гольф можно играть будет. Ну посмотрим, что будет. Наблюдать за рождением газона будет и Алексей Попов. Затем этот опыт перенесут и на другие участки города. Материалов для гидропосева у предприятия закуплено в достатке. Хватит на два гектара земли. Была бы потребность. Одной такой установки хватит, чтобы с лихвой благоустроить нашу маленькую столицу региона.